Всё не так И в любви мы клялись Но, увы, пролетел жёлтый лист По бульварам Москвы Ну что, друзья, знакомая ситуация Сходил ты за покупками грёбанными, припарковался, возвращаешься А у тебя какие-то царапины на машине, притёртости Из-за того, что некоторые товарищи не смотрят и могут вас зацепить где-то Где-то дверью коцнуть, где-то притереть, вот как меня, например, сделали на парковке И ничего ты с этим не сделаешь Смотришь, камер нету, свидетелей нету Как ты найдёшь человека? Да никак Поэтому надо работать с тем, что имеешь И в этом видеоролике я предлагаю попробовать своими силами Устранить эти самые неприятности на кузове, которые могут возникать по тем или иным причинам Например, кто-то вас притёр, кого-то, может быть, вы притёрли У меня на автомобиле, который практически новый, три года тачки, 50 тысяч пробегу Очень обидно такие штуки находить Ты выходишь, блин, какая-то, я извиняюсь, собака тебе дверью так шмальнула, что просто до грунта всё стёрлось И это очень обидно, потому что никакая гарантия эта не возмещает Полирнуть дверь будет стоить несколько тысяч рублей Перекрашивать смысла нет Что делать? Давайте попробуем Какими-то адекватными средствами Не то, что рекламируют, вот типа вы купили пасту за 100 рублей И тряпку за 50 рублей И рукой ты, значит, три часа на одном месте стираешь себе левую ладонь И без того стёртую, если вы понимаете, о чём я Но как-то же надо это всё устранять Может быть, своими силами Мне, например, отдай за полировку этой двери, на которой есть косяк Этой двери, заднего бампера левого и ещё спереди на бампере Но это в двадцатку выльется, грубо говоря, как перекраска двух-трёх элементов Попробуем Поехали в гаражи И там с помощью подручных средств попробуем устранить все эти неприятности Плюс ко всему, ребят, кстати говоря Я тут чисто для себя заказал небольшую посылочку с одного из известных маркетплейсов Названий никаких называть не буду Просто потому что это не реклама Я купил это за свои бабки Это некоторые элементы, конкретно для моего автомобиля Которые помогают в какой-то мере избежать вот этих неприятностей Чтобы вы кого-то царапнули, чтобы вас, там всякие демпферы и так далее В общем-то о них мы распакуем и я расскажу, что именно я заказал Поехали в гараж Друзья, мы приехали в гараж и прям видос строим как инструкция Без лишних соплей, прям по порядку, что будем делать и это же и делаем Прям сразу же Чтобы человек, который хочет заняться тем же самым, открыл это видео и прям как по инструкции то же самое сделал Короче, какой план? Объясняю У нас есть, значит, некоторые элементы, которые необходимо устранить, некоторые неприятности Первый элемент, вот он На краю на парковке задели, достаточно неприятно Это пластик, потому что это бампер Следующий элемент, который будет лучше виден, когда мы его замоем Вот, какая-то под люка дверью бахнула Не знаю, то ли это краска у него белого цвета, то ли это там мое, значит, покрытие какое-то, неважно Ну и, видимо, я, что ли, видите, сбивал на что-то И вот еще элемент, прям вот большой Тоже кто-то меня дверью шмальнул Неприятная история Плюс на капоте небольшие есть Для нас первоочередно вот эти три элемента, потому что они для меня бросаются в глаза Мы их и будем устранять, поехали Итак, приступаем, у нас наш, весь этот процесс будет разбит на 8 шагов Но его можно сократить в целом там до 3-4 шагов, если у вас каких-то нет ингредиентов Это не особо важно Первым делом замываем пеной наш этот самый, наш вот скол, да, скажем так, или притертость Дальше смываем пену водой и тряпочками это все насохо вытираем Далее у нас есть вот такая вот штука Опять-таки ничего не реклама, потому что фирм разных много По очевидным причинам никто меня за это не заносил Фоем Хирос называется Тар Спирит Очиститель поверхности от смолы и битума На всякий случай, на машину всякое летит, по трассе я на ней езжу После чего мы используем метал колор гель Это специальное вещество, которое убирает вкрапления металла, которое присутствует и летит на автомобиль так или иначе От колодок ли, от дороги, от чего угодно В конце концов, если вас притерли по металлической части, металлической частью, там тоже могли остаться вкрапления металла Их надо убрать для того, чтобы когда мы приступим к полироле, там не было не только песка всякого, но и каких-то вкраплений, которые могут оторваться Сесть на наш круг полировальный и сделать нам неприятные какие-то, не то что голограммы, а какие-то просто царапины дополнительные Непосредственно набор кругов мы будем пользоваться одним, без задротства И шлифовальная машинка Оператор, за сколько ее покупал? За 7 тысяч За 7 тысяч брал, можно попроще взять Кто-то берет шуруповерты В принципе, если у вас машина там не какая-то дорогая за 7 миллионов, то подойдет и вот полировальные круги, которые на шуруповерт насаживаются, в целом подойдут Вы не получите там качество, как в детейлинге, но что-то вы устраните, да, грубо говоря Дальше, два специальных средства, грубо говоря, они заменяют, короче, полировальная паста Первая, Let's Polish It называется, не знаю какая фирма, Ле... Лератон Какой-то Лератон, да И Let's Finish It, ну, соответственно, финишная и основная На финишную, если будет настроение, тоже бахнем, посмотрим Если результат устроит, то полирольная хватит И последняя, TopCode Ceylon Хер просышь, я, короче, понимаю, что это какое-то покрытие Типа воска, да В принципе, весь процесс можно сократить, обмыть этим Обмыть этим, это у всех есть Это можно, в принципе, проигнорировать И полирнуть с помощью какой-нибудь вот, какого-нибудь средства Не обязательно, естественно, такого, любого другого Все, в принципе, то есть, раз, два, три, четыре, ну, три этапа Все, поехали Начинаем с бампера, посмотрим, как справиться Здесь немного сложноватая поверхность на самом углу Но это самое, что ни на есть популярное, вот, популярный косяк И просто замываем эту историю А, вон она уже сама, смотрите Растаяла и более-менее чистая Оператор подметил, что вот в том месте, где была пена Видите, создался какой-то гидрофобный слой Ну, нам бы и хорошо с этим Берем трепень, это вытираем и дальше к тому переходим И вот тут вот мы сейчас будем уже видеть получше Более серьезные косяки Если на бампер, по большому счету, насрать Это пластиковый элемент То вот на металлические элементы, черт побери Посмотрите Посмотрите, вот здесь вот это кто открывал-то вообще Какая слоняра, я не понимаю Не по Христу так делать, друзья мои Я сразу скажу, что как оно должно быть по технологии детейлинга Это в детейлинге за деньги там делают Здесь я показываю, как сделать бесплатно С минимальными вложениями и в удобоваримом качестве Поэтому, если вы там какой-то этот гуру И у вас высшее, второе высшее неоконченное по полировке автомобилей Давайте свой канал создавайте и там рассказывайте, как правильно Я на своем канале рассказываю так, как считаю правильным я Берем антибитум Пшикаем сюда Пшикаем сюда сразу, чтобы устранить три косяка автомобиля Затираем всю вот эту историю Воды у нас мало в условиях гаража без воды Поэтому мы прям сверху сюда чуть пшикнули Как какие-то тухлые яйца мертвой проститутки воняют Мы вот эту штуку тестировали уже и видео будет на канале Это вообще штука нужна для очистки дисков Придавать им такой блестящий цвет Которого невозможно давиться ни одной другой химией Он вонючий и когда вступают в реакцию Вот с какими-то с пылью фрикционной Еще какой-то Он становится фиолетового цвета Все, вытираем дальше Сохнет пусть и приступаем к полировке уже Пока оно сохнет, давайте посмотрим, что заказал И сразу скажу, что здесь не все направлено на обеспечение безопасности Скажем, кузовного покрытия вашего автомобиля Но некоторые элементы были таковыми Смотрим Так, это не на безопасность Это, по-моему, да Это уплотнитель между панелью и лобовым стеклом Демпферы замков дверей Именно на Kia Hyundai Тоже именно на мой автомобиль Они такие полурезиновые, полупластиковые Давайте сразу и установим А, ну да, здесь так и написано Сделать закрытие дверей более мягким И убрать часть неприятных скрипов во время движения Кстати говоря, опять-таки Вот палец в огород автомобилем Kia Багажник закрыт Вот, слушайте Они затрахали просто, на самом деле Официальные дилеры эти Потому что это гарантийный случай Я какого черта сейчас должен какой-то извратом заниматься Ну ладно Ну, ладно бы это один был косяк Просто вот на секунду, если вам интересно Смотрите, три года машине На каждой двери в углу Вот ржавчина Уже начинающаяся ржавчина Смотрите Здесь, здесь На тех дверях то же самое Ржавеет кузов на Rio через три года Ну, не по Христу так делать Короче, демпферы себя представляют Вот такую резиново-пластиковую вещь Устанавливается широкой частью в салон И идет еще вот такая смазочка Все, прям туда его заподлицо И пробуем Первый раз попробуем аккуратненько Ни во что не упирается Смотрим О! Вот задняя дверь, да А давайте просто сравним Вот пассажирскую дверь До и после Вот так вот она работает Я уже, извиняюсь, надрочился Ну-ка Ну Чуть-чуть более глухой, что ли, звук стал Ну, процентов можно 15-20 Дальше вот это на то, что я упор как раз делал Это вот такие вот два мотка Это у нас уплотнитель кромок дверей И себя обезопасить, и других Давайте прям тут же нахлобучим Внутри я отмечу Это резина чистая И внутри я отмечу Вот есть Вот такая вот часть Чтобы она не отлипала Короче, прилипающая часть Смотрите, кстати Такие торцы, блин, покоцанные Вот насколько бы я неаккуратно Аккуратно не ездил Смотрим Кстати, прикольно вообще Вот она вот так вот идет Ну, поаккуратнее бы еще обрезал я Все Мягенько Все Не свою машину не повредишь Не чужую Также я еще на всякий случай купил Тоже уплотнитель Но чуть уже поглубже У-образный, видите, вот такой Он универсальный Только сейчас понял, что заказал не то, что хотел Но без разницы Короче, уплотнитель междверный Я тогда, видать, думал о том, что неплохо было бы Без внедрения шумоизоляции Хоть как-то уровень шума Понизить Без того, чтобы постоянно проверять Задние стекла на открытость И вот этот уплотнитель ложится Получается Он просто клеится Вот сюда Так Не совсем прям ровно я клеил Но в целом И И тестируем Ну, слушайте, выглядит он нормально Ну-ка Прикольно, кстати Эта резинка С этой И получается вот такой двойной Ну, хорошо его прижимает Дальше тоже всуну Ладно, продолжаем Это все так Похвастался, грубо говоря Там еще некоторые элементы на форда Тоже упану себе Сколько пасты у нас в эквиваленте на шкурку? 2500 Давайте пробовать Чтобы шнура хватило Я перепарковался Наносим сюда Несколько Капель Платно просто Я луплю, сколько вижу Ну, смотрите, чтобы не сильно грелось Ну, кстати, уходит, по-моему Плюс еще, знаете, в чем Она создает некоторые вибрации И вы смотрите, сколько с внутренней части бампера Говна вылетает Это огромный плюс Давайте посмотрим на данном этапе После 20 секунд полировки Смотрите Визуально царапины на свету остались Но они уже не такие глубокие Сразу Ну, сколько полировали? Минуты полторы-две Сразу могу сказать Несколько Минусов Или предостережений Которые Необходимо соблюдать И вот я бы сейчас сделал по-другому Во-первых Весь элемент Необходимо омыть И прилежащие части И полировать Желательно до каких-то ребер Потому что я сейчас вот эту часть отполирую Машину помою И у меня эта часть будет блестеть А остальное заматовано будет Вот в чем минус Поэтому Если полируете Полируете весь элемент Второй момент Царапина рядом с фарой Так как машина эксцентриковая И у нее вот такие вот движения Вот этой херней Можно по фаре бахнуть И коцнуть ее Либо разбить Либо еще что-то Поэтому вот рядом с такими Хрупкими элементами Будьте аккуратны Ну и 10 секунд еще Значит, я сразу скажу по чесноку Когда ты смотришь на отражение Прямо вглядываешься Ты видишь места этой царапины Но пропал цвет И она Короче, вот эти вот Царапающиеся по профилю выступы Они сгладились Из-за этого глазу она менее видна Хотя царапина сохраняется по факту То есть, другими словами Чтобы в идеал ее прям вывести Необходимо заполнить чем-то Вот эти вот То, что у вас Тот, кто вас поцарапал То есть отсутствие лака Либо лаком заполняете Либо еще чем-то И, собственно, потом заполировываете Эту историю Вот Либо если у вас там до краски Тогда необходимо уже краски добавить Ну, чудес не бывает Ну, да Оператор правильно говорит Чудес не бывает Вы уберете визуальный дефект Но он останется Смотрим Что получилось Посвечу немного Не, ну в целом очень хорошо Видите Если приглядеться То углубления от царапины Остались Но их не видно Уже Их видно только Если попадает туда луч солнца Да, так себе Протер, конечно Но мне посрать Мне главное вот это вот убрать Видите, да? Видно оно, оператор? Отлично видно Отлично видно Смотрим до Полируем Это первый проход Секунд 30 может быть Да, я полировал Я просто почувствовал до этого Что вот сейчас температура Градусов По ощущениям Терпимо Но горячеват Вот вот это вот Параша Которая была Но уже лучше Уже она в глаза не бросается Пока она остывает Пробуем длинную царапину устранить Да, тут опасно, конечно Потому что сейчас Вот на вот эту вот историю Может Бэтмен еще прилететь Поехали Уже Уже хорошо Возвращаемся на старую Видите? Вот мои отпечатки Вот царапина Смотрим Почти Я еще вижу ее Знаете Что охеренно видно После этой шлейфмашинки Зерно Я зерна на этой машине Ну в смысле металлика Давно не видел Это прям вскрывает зерно Видимо лак выравнивается И лучше становится видно Но опять-таки Здесь нужно До артефактов не довести Ну почти все Прям почти все Осталась вот такая вот Линия Из-за того, что здесь еще Чуть-чуть присутствует вмятина К сожалению Вспотел прям В значительной мере Но Это того стоит Мне кажется Давай теперь посветим Короче То, что я вначале говорил Что финиш можно убрать Ни хера Обязан быть Этот этап Обязан быть Для хорошего результата Смотрим Что здесь осталось Ну я не могу поймать Ты можешь? Вот если на себя Не вижу Еле-еле Ну да На 95% Все ушло На камеру вы не увидите ничего Ну в идеал Прям если у вас дорогая машина Скажем Выше миллиона полутора рублей Прям в идеал Чтобы вообще не было видно Вы так не выведите сами Вам необходимы специальные средства Опять-таки лак заполнять Высыхать Потом его располировать И так далее Это в идеале А вот так Чтобы убрать примерно Сойдет метод Но если у вас дорогой автомобиль Проще заехать в детейлинг Отдать денег Сколько там это стоит Убирание царапины Ну 10-15 тысяч Я думаю Человек который владеет машиной Там у двух миллионов рублей У него есть на это деньги Спокойно Иначе зачем тебе тачка За 2 миллиона Там или за 5 Вот А так как метод Там просто убрать визуально Если ты не прям трепетно Относишься к автомобилю К своему Он в принципе сойдет Я Либо если вы фанат Вот как оператор У него этих средств Тут просто гора Поэтому мы решили Такой ролик запилить В противном же случае Лучше таких Таких косяков Не допускать на своем автомобиле Я для себя принял решение Что просто лучше машину Обезопасу Какими-то резиновыми демпферами Еще какими-то историями Буду поаккуратнее парковаться Супруге буду говорить Чтобы опять-таки Смотрела куда паркуется И вот эти истории Я больше конечно для нее тоже Установил Ну от зимы опять-таки Никто вас не спасет Вот зимой ты дверь открываешь Там глыба какая-то Аккуратненько надо открывать В общем-то Как инструкция Пожалуйста пользуйтесь Если видос понравился Лайк ставьте Если что-то где-то Я неправильную технологию сказал Ну я не профессионал Я просто рассказал Как можно это убрать Вот было Стало Без всяких вот этих технологий И так далее Я в другом специалист Не в восстановлении Красочного покрытия Но для меня это было полезно Потому что Как я говорил в предыдущих видео Проект стартует у меня с фокусом Где я буду его приводить В очень хорошее состояние Я надеюсь Поэтому Вот эти скиллы И операторские покупки В виде всяких полиролей Они нам пригодятся Ой я чувствую денег С ним потрачу конечно Но в любом случае Если понравилось Лайк Подписку Если собираетесь Следить за деятельностью канала Если не собираетесь Не подписывайтесь пожалуйста Всем спасибо за просмотр Берегите себя Бодрости духа И удачи